Стоять у решетки, смотреть вниз, закружится голова и упадешь. Да, это лучше, без памяти. На сцене молодежного театра Алтая «Беспреданница». Финальную сцену из пьесы Островского играют артисты театра «Паллада». Они обогнули половину земного шара и прилетели в Барнаул с полуострова Камчатка на фестиваль «Культура – это мы». То, что сегодня организаторы сделали, это праздник. С разных субъектов Российской Федерации, коллектива, мы знакомимся, мы общаемся, потому что находиться у себя только, это застой идет, обмен мнениями, опытом должен быть. Поэтому победа для нас, то, что мы оказались здесь, в Камчатке, оказались здесь, это уже для нас победа. Мы играем и джаз, мы играем и классику, мы играем много музыки из кинофильмов. У нас очень большой репертуар. Летом у нас есть площадка, на которой мы по выходным выступаем для наших горожан. Они там приходят, кто-то слушает, просто сидит, кто-то танцует с детьми, собирается очень много народа. Это уже традиция, наверное, в этом году 18-й год будет. В этом году на участие в фестивале «Культура – это мы» заявились почти 260 народных коллективов, любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, вокально-хоровые ансамбли. Оргкомитет «Российский дом народного творчества» отобрал 60 лучших непрофессиональных коллективов. Выступления финалистов принимали пять столиц народного творчества – Владимир, Ульяновск, Махачкала, Архангельский, Барнаул. В краевой столице за главный приз – 2 миллиона рублей – боролись 12 коллективов – Сибири и Дальнего Востока. Фестиваль такого масштаба на алтайской земле проходил впервые. Выступить принимающей с площадкой – это очень почетно, в принципе, это интересно для наших зрителей, и это дает очень большой скачок в развитии для наших коллективов, для руководителей коллективов, для учащихся учебных заведений. И я рассчитываю, что вливание вот этих профессиональных сил и вот этого уровня федерального мероприятия в развитии нашей культуры мы почувствуем очень быстро и сразу. Вручается народному самодеятельному коллективу алтайского края – ансамбль народного танца Тараторки. Победу во Всероссийском фестивале одержали два алтайских коллектива – ансамбль народного танца Тараторки и духовой оркестр «Ритмбенд». Они стали не просто победителями, но и обладателями грантовой поддержки размером в 2 миллиона рублей национального проекта «Культура». Победу с собой увезли также театр «Смайлики» Иркутская область и театр-студия «Ровесник» Красноярский край. Теперь лучшие из лучших встретятся в Москве. Там состоится голоконцерт лауреатов со всех пяти городов. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком.